ЖИВАЯ ШЛЯПА Нагнулся, хотел поднять шляпу и вдруг как закричит и бегом в сторону. Чего ты? – спрашивает Вадик. Она живая. Кто живая? Шля-шля-шляпа. Что ты? Разве шляпы бывают живые? Посмотри сам. Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит «Ай!» и прыг на диван. Вовка за ним. Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. «Ай! Ой!» – закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. «Я у-у-хо-хо-хожу», – говорит Вовка. «Куда?» – «Пойду к себе домой». «Почему?» «Шляпы боюсь. Я первый раз вижу, чтобы шляпа по комнате ходила». «А может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает?» «Ну, пойди посмотри. Пойдем вместе. Я возьму кочергу. Если она к нам полезет, я ее кочергой тресну. А стой, я тоже кочергу возьму». «Да у нас другой кочерги нет». «Ну, я возьму лыжную палку». Они взяли кочергу и лыжную палку. Приоткрыли дверь и заглянули в комнату. «Где же она?» – спрашивает Вадик. «Вон там, возле стола». «Сейчас я ее как тресну кочергой», – говорит Вадик. «Пусть только подлезет ближе. Бродяга такая». Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. «Ага, испугалась!» – обрадовались ребята. «Боится лезть к нам». «Сейчас я ее спугну», – сказал Вадик. Он стал стучать по полу кочергой и кричать. «Эй ты, шляпа!» Но шляпа не двигалась. «Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять», – предложил Вовка. Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали швырять ее в шляпу. Швыряли, швыряли. «Наконец, Вадик попал!» Шляпа как подскочит кверху! «Мяу!» – закричало что-то. «Глядь!» Из-под шляпы высунулся серый хвост, потом лапа, а потом и сам котенок выскочил. «Васька!» – обрадовались ребята. «Наверное, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала», – догадался Вовка. «Вадик схватил Ваську и давай его обнимать». «Васька, миленький, как же ты под шляпу попал!» Но Васька ничего не ответил. Он только выркал и жмурился от света.